Последняя надежда Пентагона. Остановит ли Путин русский народ? Проект ЗЗ. Русские крушат демократию и хохочут над Америкой, считает один из вероятных кандидатов на пост президента в США. Так думают не только политики, но и военные. Пентагон обнародовал исследование, где рассказывается, как Москва опередила Вашингтон в борьбе за мировое влияние. Европейские эксперты советуют США и их союзникам по НАТО развернуть наземную мощь, чтобы сдерживать русских и противостоять им при попытке России предпринять молниеносные ударные уязвимые страны Европы. Тем временем выяснилось, сколько грязи создает на планете американская армия. Россия смеющаяся. По-видимому, Дональд Трамп сидит в печенках у американцев, а особенно у демократов. Поэтому предвыборные теледебаты начались уже сейчас. Летом 2019 года. Напомним, выборы в США состоятся в ноябре 2020 года. Еще далеко и до предварительного голосования за кандидатов от партий. О чем же говорят эти недоделанные кандидаты, явившиеся на дебаты о русских? Кандидат 2020 от демократов Эндрю Ян. В ходе первичных дебатов обратил внимание на Россию. По его мнению, который цитирует, Россия надрывает животики, хохоча над Соединенными Штатами. Таким образом он ответил на вопрос о Китае. Да-да, мистера Яна спросили, беспокоится ли по поводу вопроса технологий, до которых охочь пиратский Китай, и рабочих мест, которые от американцев уходят к китайцам, и будет ли он противостоять этому? Вместо этого он решил поговорить о России. Он публично признал Россию самой большой геополитической угрозой для США. Это потому, что русские успешно взламывали американскую демократию и года два уже потешаются над американцами. Ян предложил сосредоточиться на этом, прежде чем начать беспокоиться о других угрозах. И только после рассказа о России разгоряченный кандидат, рвущийся сменить мистера Трампа на посту, вернулся к теме китайской угрозы. Расплата за легкомыслие. Пыл мистера Яна попытались, по-видимому, остудить в британской подписной газете «Таймс». В редакционной статье издания режим Путина назван нелиберальным, а экономика России определена как слабая. В сумме это, разумеется, не вызывает зависти ни у кого в мире. Редакция также напоминает в статье, что СССР в годы Холодной войны прозвали верхние вольты с ракетами. Разница между тогдашним Советским Союзом и нынешней РФ в том, что сегодня Россия верхняя вольта, Буркина-Фасо, с ракетами и киберразведчиками. Ирония «Таймс» продолжилась в Совете Путину почитать на сон грядущий книжку «День опричника» Владимира Сорокина. Там, пишет издание, деградировавшую страну, находящуюся в изоляции, от Запада отделила Великая Русская Стена, а самого русского царя содержит Китай. С другой стороны, недооценивать Россию вряд ли следует. Редакция газеты считает, что как раз легкомыслие западного либерализма позволило Путину обрушиться на этот либерализм с критикой. Но западным демократиям не требуются советы диктаторов, с пафосом резюмирует «Таймс». Так или иначе, но военные США вряд ли согласились бы с легкомыслием как некоторых западных демократий, так и газеты «Таймс». Ибо Россию в Пентагоне считают мощной силой, способную подорвать мировую демократию на пути амбиций Путина. Пентагон обнародовал доклад на 167 страницах, посвященный именно русской угрозе и росту глобального влияния России. В документе заявляется, что глобальная стратегия В. Путина направлена на поражение США в борьбе за демократию. Это означает, что Россия приближается к своему образу великой державы, а США с этого пьедестала отступают. Оружием для победы над США станет гибридная война. По мнению чиновников Пентагона и ряда независимых экспертов в области стратегии, у внешней политики РФ имеется несколько основных геополитических целей, связанных не с военным, но с идеологическим фронтом борьбы. Вначале русские под руководством Путина восстановят и сохранят влияние в странах, являющихся осколками Советского Союза. Потом Кремль возьмется за восстановление образа сверхдержавы на глобальной арене. И третий этап борьбы – формирование имиджа России как добросовестного партнера и ключевого игрока в региональной политике. К России потянутся страны за посредничеством, позволяющим добиться на внешней арене успехов в политике, экономике и военных операциях. США ждет вероятный проигрыш. О докладе Пентагона, подготовленном для Объединенного комитета начальников штабов, рассказал в журнале политача Брайан Бендер. США плохо подготовлены для противодействия все более нахальной политической войне, которую ведет Россия с целью подрыва демократии, сообщают чины Пентагона и вместе с ними независимые стратеги. США все еще недооценивают масштабы агрессии России, включая использование пропаганды и дезинформации для влияния на общественное мнение в Европе и Центральной Азии, Африке и Латинской Америке. Пентагон рекомендует государственному департаменту проводить агрессивные операции по оказанию влияния. Одной из точек приложения сил являются посевы розни между Россией и Китаем. Эксперты, опрошенные журналом, поддержали мнение Пентагона. Одни назвали Россию нападающей на западные институты и хитрой в проведении своей сдержанной стратегии, другие напомнили о кампаниях влияния, военизированных действиях, киберфторжениях и политической войне. Подобные противостояния увеличивают риск неверного истолкования и просчетов, что может, в свою очередь, увеличить риск вооруженного конфликта. Впрочем, эксперты, нанятые Пентагоном, знают выход из сложного положения, в которое попала родная Америка. Пентагону поможет русский народ. Самым большим препятствием на пути и амбиции Путина может стать русский народ. Цитируют политича исследования Пентагона. Эксперты в области стратегии считают, что в российском обществе укоренилась глубокая настороженность по поводу внешней политики Москвы, включая вторжение на украинский Крымский полуостров в 2014 году, военную поддержку российских сепаратистов и заявления Кремля о том, что США представляют собой надвигающуюся внешнюю опасность. Данные опроса, которые собрал Томаса Шерлок, профессор военной академии США в Вестпойнте, свидетельствуют об относительно слабом одобрении русским народам силовой внешней политики, якобы направленной на проверку американской мощи или защиту русскоязычных от предполагаемой дискриминации. Эксперты утверждают, что даже российская элита скептически относится к путинской стратегии. Пусть элиты и представители массовой общественности и поддерживают восстановление статуса России как великой державы, они часто определяют великую державу и ее приоритеты в плане социально-экономического развития, они видят их в формировании и выпячивании грубой силы. Российские традиционные военные силы, продолжая ДГУР, способны провести быструю и интенсивную кампанию против государств, расположенных в зоне непосредственной западной периферии. Латвия, Литва и Эстония – все члены НАТО, особенно уязвимы для обычного внезапного нападения. В своем нынешнем состоянии НАТО не может успешно защитить территорию наиболее уязвимых членов. Чтобы удержать Россию от попыток использовать свои крупные и хорошо оснащенные сухопутные силы для проведения молниеносной войны против стран Балтии, Польши, Украины или Румынии, НАТО должна иметь развернутые силы в Восточной Европе. С учетом растущей российской угрозы для восточных соседей, включая членов НАТО, США и их союзники по НАТО должны развернуть наземные силы для сдерживания, если это возможно, и противостояния, если это необходимо, любой попытке России предпринять молниеносный удар по традиционному наступлению на эти уязвимые страны. Философ предлагает развернуть в Восточной Европе дополнительно бронетанковые бригады, авиационные соединения и подразделения огневой поддержки дальнего действия. Столпом этих новых сил должна быть армия США. И в этом отношении решение о развертывании ключевых элементов бронетанковой дивизии в Польше является шагом в верном направлении, заключает автор. Самая грязная в мире армия. Пока доктор философии призывает американскую армию натащить побольше тяжелой техники в Европу, американскую армию признали источником загрязнения планеты Земля. Почти 800 баз в 70 странах мира, многочисленные официальные миссии и тайные операции, военно-морские соединения в Средиземноморье, Атлантике, Тихом океане, Персидском заливе, Красном море и Индийском океане. Американские военные кругом, по всему миру. 700 миллиардов долларов таков военный бюджет США. Безусловно, он самый большой в мире. И почти половина расходов идет на содержание инфраструктуры. Для обслуживания операций по всему миру Пентагон постоянно использует контейнеровозы, грузовые автомобили, транспортную авиацию и потребляет тонны топлива. Военные США одни из крупнейших загрязнителей в истории, говорят авторы исследования, ученые из университетов Дарима и Ланкастера. Результаты их оценки опубликованы в научном журнале Transactions. Ссылка. Выбросы углекислого газа военной машиной США поистине огромны. В 2017 году американская армия закупала около 269 тысяч баррелей нефти в день. Жигая это топливо, она выбрасывала в атмосферу более 25 тысяч килотонн диоксида углерода. Армия США, пишут ученые, потребляет больше топлива в год и производит больше парниковых газов, чем большинство стран среднего размера. Будь американские военные страной, они заняли бы 51 место в рейтинге крупнейших загрязнителей из-за потребления жидкого топлива. Военная страна встала бы в списке после Швейцарии и более 140 других государств. Для сравнения, в 2014 году вся Швейцария произвела примерно 26 500 килотонн углекислого газа, жигая бензин и керосин. Выделение углекислого газа по странам 2014 – в килотоннах. Условная страна военной США на 51 месте. Оценка ученых показывает, что более половины выбросов углекислого газа приходится на ВВС США. Треть приходится на флот с его авианосцами. Остальное приходится на армию и морских пехотинцев. Исследователи считают, что редко что так катастрофично для окружающей среды, как военные действия. ВВС США загрязнители номер один. Таким образом, отметим в завершении обзора, те, кто ратуют за отправку новой тяжелой техники в Европу и формирование нового ответа на русскую угрозу, ведут планету прямо к катастрофе. Видимо, их извилистая философия позволяет им это. Закоптить Землю ради мифической угрозы и вызвать парниковый эффект, чем не рукотворный конец света. И первоочередной вопрос не в том, остановит ли русский народ Путина, а в том, найдется ли какая-нибудь разумная сила на планете, способная остановить аппетиты американской военной машины.